Джалабадский государственный университет имени Бекмамата Осмонова, Джалабадский колледж, отделение педагогики и социальной работы, специальность преподавания в начальных классах. Видео-ответ для преподавателя педагогики Тобакелва Саламата Амановна, студентка из группы БКМК-219 из Курсанпека Затаяна. Тема «Содержание образования». Понятие о содержании образования. Образование – это практическое владение определенным запасом общественно-полезных знаний. В основе образования лежат объективные потребности развития общества. Образование обеспечивает наиболее эффективное вхождение человека в общество. Ступени образования. Начальное образование. Среднее образование. Высшее образование. Характер образования. Общее образование, политехническое образование, профессиональное образование, специфика образования, медицинское образование, техническое образование и т.д. Образование в школе является обязательным для всех. Оно должно обеспечить либо дальнейшее образование, либо приобретение той или иной специальности. Преемственность образования. Образование, которое дается школе, должно сформировать научное мировоззрение и умение приобретать знания самостоятельно из разных источников и разным путем. Под содержанием школьного образования понимают знания, умения, навыки, которыми овладевают учащиеся в ходе изучения различных предметов. Учебный предмет – специально обработанная система знаний по одной из наук, имеющей соответствующие названия. Каждый предмет несет в себе определенную сумму знаний, формирует специфические умения и навыки. Содержание образования школьников должно обеспечить политехническую подготовку, которая начинается уже в начальной школе. Ее сель в том, чтобы на базе научных знаний дать понимание основ современного производства, выработать умения и навыки работы с определенными орудиями труда, воспитать любовь и интерес к трудовой деятельности, к современной науке и технике. Большое значение имеет развитие технического мышления учащихся. Детей практически и теоретически знакомят с техникой и технологией производства, используя для этого практические и лабораторные работы, просмотры документальных и научно-популярных фильмов, экскурсии и трудовую деятельность на предприятии. Учащимся раскрываются специфика и значения некоторых профессий. Идет начало работы по профориентации учащихся. Учебные планы. Содержание образования определяется учебным планом, учебной программой и учебниками. Учебный план – это государственный документ, в котором утверждаются количество и название учебных предметов, последовательность их изучения по классам нормы учебного времени, на все учебные предметы и на каждый предмет в отдельности и на факультативные занятия. Учебная программа. Учебная программа представляет собой государственный документ, в котором устанавливается объем знаний и их содержание, умений и навыков по отдельным предметам. Определяется последовательность их изучения. Учебные программы пишутся по каждому предмету отдельно. Учебники. Содержание образования раскрывается в учебниках. Учебники дают характеристику учебного предмета в соответствии с программой. Требования к учебнику. Доступное изложение учебного материала, ведущая роль теоретических пожеланий, удачный подбор фактов, примеров, иллюстраций и т.д. Интересные угрожнения, задания, практическая работа, связь учебного материала с жизнью и опытом детей. Хорошее оформление, твердый переплет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok